Привет! Сегодня я поделюсь историей своего успеха, расскажу весь мой путь. Как принято говорить от точки А до точки Б. Сейчас я в подтвержденном статусе партнера. Это топ-1 в компании Фоберлик. Мы с мужем купили три квартиры, посетили около 17 стран мира, некоторые из них мы посетили не раз. Сделали ремонт в квартире родителей, вторым родителям построили дом. У нас две прекрасные дочери Катерина и Виктория. На данный момент мы живем в городе Киров, Кировской области, но начинали в маленьком поселке городского типа Мурыгина. В Кировской области с населением около 7 тысяч человек. Начнем с самого начала. Что было до компании Фоберлик? Работать я начала с 14 лет. Мыла полы, работала нянечкой в детском саду, на макаронной фабрике. Кстати, там я таскала тяжелые мешки, пока не заработала проблемы со здоровьем, пока не сорвала спину, так что целый месяц лежала в больнице. Работала на бумажной фабрике, на ГСМ, лепила пельмени, чебуреки, была барменом, визажистом, продавцом-кассиром, заведующей магазина. Я работала целыми днями. Домой приходила без сил. Энергии на домашние дела и семью не оставалось. Я не видела, как растет моя дочь. До того, как уйти в декрет со вторым ребенком, я работала в магазине самообслуживания в Кирове. Ездила туда с пересадками и давки. И всего через несколько дней после рождения младшей доченьки я узнала, что меня сократили в связи с ликвидацией фирмы. И я поняла, что в наемной работе нет никакой стабильности. Сразу после этого я подала документы в соцслужбу. Там мне назначили пособие, но оно было до такой степени мизерное, что ни на что не хватало. В это время мой муж не потерял работу. Получилось так, что он нашел более высокооплачиваемый. Уволился со старой, но туда, куда хотел, не попал, так как на новое место устроили человека по блату. Денег не хватало настолько, что для нас была проблема оплатить кружки дочери, купить фрукты. Вы только представьте, мы даже выключали холодильник, потому что класть туда было нечего. Делать что-то было нужно. Пока муж перебивался на подработках, я тоже начала искать подработку в интернете. Занималась лайкингом, смотрела ролики, писала комментарии за деньги, чуть не вляпалась в пирамиду. Платили копейки, перспектив роста не было абсолютно никаких. А времени тратилось, ну очень много. И я решила попробовать себя в сетевом и дала шанс одной MLM-компании. Но через год я забросила, застряв на одном уровне и разочаровавшись в себе. Решила три месяца подождать, когда пособие закончится, и я пойду работать в садик нянечкой, чтобы побыстрее устроить младшую дочинку в этот же садик и уйти на другую, более перспективную работу. Но по счастливой случайности мне написала девушка 17 лет прямо на мою личную страницу в Одноклассниках и позвала в компанию Фаберлик. Первые мои мысли, опять сетевой? Нет, спасибо. Но неделю я ходила, прокручивала в голове, что за компания Фаберлик. Почему я ее раньше не встречала? И ничего о ней не слышала? Почему? После предыдущего разочарования было страшно дать шанс еще одной компании, дать шанс себе, потому что крылья уже как-то вот обрезаны. Но желание работать из дома, ни от кого не зависеть, быть рядом с детьми, вставать, когда захочу, а не в 5 утра, и добираться до города с пересадками и вдавки пересилило мои страхи. И, конечно же, сомнения. Я увидела в компании надежность и потенциал, и возможность достичь большего, быть выше, чем заведующая магазина. Ведь эта зарплата чуть больше у продавца, но с огромной материальной ответственностью. Но прежде чем пойти в Фаберлик, мне было важно узнать как можно больше информации о компании. И еще я обратила внимание, сколько успешных людей в МЛМ. Они же зарабатывают, покупают квартиры, машины, путешествуют по всему миру, покупают все, что хотят себе, ищут своим детям, помогают родителям. А самое главное, они встречаются, празднуют свой успех, заражаются друг от друга на новый рост, дружат, поздравляют друг друга. Честно, я тоже хотела стать частью этого общества, попасть в этот коллектив успешных людей. Почему у меня раньше не получилось? Я продолжила искать информацию, попросила девушку, которая меня пригласила, дать мне контакты ее директора. Мне хотелось расти с опытным наставником. Его я тоже замочила вопросами. Звонила ему по скайпу, а он терпеливо слушал, все рассказывал, отвечал на каждый мой вопрос. Мне понравилось, что он понимал меня, и мне захотелось с ним работать. Захотелось развиваться в этой компании, но страх меня не отпускал. И поэтому в интернете я нашла информацию о том, по каким критериям стоит выбирать MLM-компанию, чтобы построить надежный бизнес. Первое. Доход компании только белый, официальный. Никаких зарплат конвертов, уходов от налогов, чтобы шел пенсионный стаж. Я спокойна, что у меня будут гарантированные выплаты. У компании собственный завод и своя микробиологическая лаборатория, которая находится на территории России. Что меня подкупило, это самые большие выплаты среди всех компаний. До 23% и большое количество бонусов для покупателей и бизнес-партнеров. То есть ты растешь по карьерной лестнице, увеличиваешь свой же доход и за это получаешь бонусы, премии, шикарные подарки от компании. По найму награждали только штрафами и отпуском зимой. Продукция. Фаберлик как на тот момент, так и сейчас самый широкий ассортимент из всех компаний, которые я встречала. Я могла купить себе все, что нужно в дом для себя и своей семьи. А еще смекнула, что даже если у меня не получится бизнес, я останусь постоянным покупателем с очень выгодными скидками. Экологичность продукции. Я узнала, что вся продукция экологически чистая, не наносит вреда человеку и окружающей среде. Также она не тестируется на животных. Минимальная сумма заказа, чтобы сработала скидка 20% от цены каталога, всего 1000 рублей. И на эту сумму можно взять все необходимое для дома. Если у вас большой заказ, то скидка увеличивается до 26%. В каком магазине есть такие скидки? Вся продукция периодически заканчивается и снова покупается. Это очень важный аспект для надежности в товарообороте. Все материалы для работы предоставляются. Фото, видео, отчеты по структуре, форумы, бухгалтерия. Строить бизнес, имея доступ ко всем инструментам для роста и развития, вот серьезно, намного проще. Доступность продукции. В магазинах таких цен уже нет. Бесплатное обучение на всех этапах развития. Удобный и легкий в понимании маркетинг план. Итак, дата моей регистрации 26 ноября 2014 года. ИП для перевода денег я открыла уже в марте 2015. Я была в шоке от того, сколько платит компания и насколько она надежна. Первый каталог работы я толком ничего не заказывала. Но я сразу же начинала приводить людей в компанию по готовому обучению от наставника. С 9% ко мне присоединился муж. Помогал водиться с дочкой, пока я вела вебинары. Он был рад за меня, что я нашла, чем себя занять в декрете. Но когда я сделала свой первый заказ на 50 баллов, чтобы получить свой первый доход, он был в шоке. Принес заказ домой, представляете, кинул в пол и заорал. Мы что, жрать-то будем? Твои шампуни на хлеб будем намазывать? Я немного растерялась сначала, но потом сказала ему посмотреть на сайте Фаберлик Маркетинг План. Он ушел туда с головой на 2 часа. И о счастье! Пришел ко мне с огромными круглыми глазами и сказал, Аня, там можно миллионы зарабатывать. А я ему в ответ, с массой шел, какие миллионы? Я просто не хочу возвращаться на работу. На тот момент он тоже где только не успел поработать. Монтажником, охранником, продавал шубы в командировках, крыл крыши. Когда мы открыли старшего директора, его работа начала мешать нашему бизнесу. И он уволился. И зарегистрировался в моей команде. И тоже начал расти. А когда вышел на 15%, то мы решили объединить регистрационные номера по семейному контракту. И стали работать вместе. Опыта работы и построения бизнеса в социальных сетях у нас, конечно же, не было. Но за 5 месяцев я смогла открыть директора с доходом в 50 тысяч рублей. В месяц. За полгода открыла старшего директора и зарабатывала 84 тысячи рублей в месяц. Откуда рост? Я очень не хотела повторять ошибки прошлого опыта. Поэтому много училась. Смотрела вебинары. Зубрила всю информацию. И, конечно, обязательно все спрашивала у своих наставников. Абсолютно все. Просила советов о том, что не знала. Я зажглась. Хотела действовать. Манила независимость. Потому что я никогда столько не зарабатывала. И меня никогда столько не поздравляли. Очень хотелось покупать все, что хочу и не смотреть на цены. Ведь на момент открытия бизнеса у нас было несколько кредитов. И на один из них даже пошли пени. А еще мы вляпались в быстрозайм. Потому что дочка заболела. И не на что было купить лекарства. Без трудностей в росте не обошлось. Мой первый плачевный опыт состоял в том, что я приводила много людей. Они не делали заказа. И товарооборот не рос. Я начала снимать ролики про все акции, маркетинг-план и рассылать их. Из 54 зарегистрированных мною людей сделали заказ только 3 человека. Но благодаря им я вышла уже на 6%. За счет широкого ассортимента люди собирали большие заказы. Я смекнула. И начала рассылать ролики с зарегистрированным. С обзорами на продукты. Затем начала рассылать письма с акциями. Пошли заказы в моей структуре. И я вышла на 12%. За 4 каталога я зарегистрировала примерно 150 человек. И поняла, что их нужно обучать тому, чему я сама научилась. Я начала вести вебинары для своей команды по 1,5-2 часа в день. И не забывала приглашать людей в команду ежедневно. Со стороны моя работа казалась монотонной. Но внутри меня происходила целая буря эмоций. Потому что я общалась с теми, кто действительно хочет успеха. Их очень мотивировал мой рост. И за год работы я открыла рубинового директора. А это 4 директора в команде. Успела слетать в Сочи на свою первую ассамблею Фаберлик. Это был огромный слет на 5000 успешных людей. Где я увидела много успешных, красивых женщин, получающих просто крупные чеки на сцене. На них были премии 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Представляете? 500 тысяч! Впервые в жизни я летала на самолете. Оказалась там, где мечтала оказаться всегда. Слезы счастья меня сопровождали всю поездку. Произошла и полная трансформация моего мышления. Прежней скромной Ани, которая начинала бизнес, больше нет. И я поняла, что можно просто сидя дома, усердно тыкая кнопки на компьютере, достичь огромных результатов. Вернувшись домой, я продолжила рекрутировать и проводить много вебинаров. За это время я подтвердила директора, старшего директора. Получила премии и съездила в Москву на награждение. Это был мой первый чек на сцене. Вы только представьте, столько за то, что ты работаешь, тебе дают премии и чествуют на сцене. Я вышла на доход 134 тысячи рублей в месяц. За год я получила больше, чем хотела. Рассчиталась со всеми кредитами. Купила два ноутбука за наличку. Когда мы открыли золотого директора, сразу же минуя серебро, это было очень круто. И тут пошло все в гору. 7 января 2016 года мы вышли на четвертое место по объемной скидке по Кировской области среди всех лидеров Фаберлик. На директора я вышла за 5 месяцев, зарабатывала 47 тысяч 250 в месяц. На старшего директора я вышла за полгода и зарабатывала 56 тысяч рублей в месяц. Через 11 месяцев мы открыли золотого директора и стали зарабатывать 98 тысяч рублей. За 12 месяцев я открыла Рубина с доходом 163 тысячи 500 рублей в месяц. За год и 2 месяца бриллианта с доходом 276 тысяч в месяц. За год и 4 месяца открыла элитного директора с доходом в 375 тысяч рублей в месяц. Национального директора за полтора года доход 380 тысяч в месяц. Старший национальный за 1 год и 7 месяцев доход 400 тысяч в месяц. Международный за 2 года 612 тысяч в месяц. Старший международный почти за 3 года и зарабатывала я уже тогда 826 тысяч. Партнер за 4 года с момента регистрации, а это 2 миллиона 700 тысяч рублей ежемесячный доход. Все это время мы делали обзоры, проводили вебинары, не вылазили из чатов. Конечно, наше окружение полностью поменялось. Мы стали общаться с людьми, которые тоже хотят расти. То есть с успешными людьми. После покупки первой квартиры в поселке нашей второй дочке Вике поставили диагноз аутизм. И мы начали ездить каждый день в город к различным специалистам и поняли, что родители особенного ребенка должны очень хорошо зарабатывать. Чтобы ребенок получал все необходимое и адаптировался в социуме. Поэтому мы приобрели вторую квартиру уже в Кирове. Чтобы все занятия были рядом с домом и ребенок получал всю необходимую помощь. Потому что мы тратили более 3 часов в день на дорогу из поселка в город. Опять ремонт, мебель на заказ, помощь дизайнера. Но при нашем доходе это уже было не проблемой. Мы отдали ключи мастерам, а сами уехали на Ительси в дельфинотерапии для особенных детей с Викой. А когда приехали, квартира была уже готова. Сейчас у Вики есть няни-педагоги со стажем, которые везде ездят с нами. Помогают нам, занимаются с Викой. Водят к логопедам, дефектологам на дополнительные секции, которые ей нравятся. Мы делаем все, чтобы насытить жизнь нашего ребенка эмоциями. И только положительными. Возможно, кто-то из вас сейчас будет шокирован, как и мы в первый раз. Но интенсив, идущий всего лишь 10 дней, стоит от 400 тысяч и выше. Вернемся к бизнесу. Я же работала при свободном графике и дома. Мне нужен был свой рабочий кабинет. Поэтому мы купили соседнюю квартиру. И из двух сделали одну. Сделали опять ремонт. Перевезли родителей мужа к себе, чтобы построить им двухэтажный дом. О котором они давно мечтали. Когда наша старшая дочь Катерина закончила школу, а затем колледж с красным дипломом. Мы поняли, что не хотим, чтобы она работала в найме. И взяли ее в нашу команду. За время работы в компании мы десятки раз выходили на сцену за различными наградами и чеками. Общей суммой 12 миллионов 400 тысяч рублей. Это мы посчитали только квалификационные бонусы. Ежегодно еще мы получаем по бонусам стабильности и развития. Кроме этого, мы много раз выполняли условия по росту на бесплатные люкс-курорты. В Доминикану, Бали, Шри-Ланку, Италию, Турцию. Мы самостоятельно посетили также Египет, Таиланд, Тунис, Дубай, Мальдивы, Казахстан, Абхазию, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан. В общем, все не перечислить. И еще много планов. И знаете, что если бы не диагноз нашей дочери, мы бы, наверное, не стали расти дальше, но на особых деток нужны большие деньги. Это было нашим стимулом идти вперед. И что было бы, если бы мы тогда не начали свой бизнес в Аберлик? Как бы мы справились со всеми трудностями? Если бы остались там, где были, без денег, с минимальной зарплатой. Сейчас мы твердо держим статус партнер. У нас 355 директоров в глубине и 29 в первой линии. И скоро будет 31. Очень счастлива, что моя жизнь в один миг перевернулась вместе с мышлением. Теперь я понимаю, что быстрый рост – это смена всех привычек, окружения и, самое главное, мышления. Если у кого-то не получилось развивать бизнес сетевом, они просто не проявили усердия и быстро сдались. Добро пожаловать в команду. Вы попадете в команду к практикам, а не теоретикам. И регистрируйтесь по ссылке сразу после видео.